всем привет друзья мы на очередном объекте своем это у нас barn house и особенная черта этого объекта что здесь на этом объекте применяется наш отечественный металл северсталевский под названием rooftop мат вот скажу сразу что на вид на вид чисто так он красивее смотрится чем урал тем более сейчас с уралом у нас в россии проблемы поставки не как сказать не идут вот поэтому мы переходим частично на наш металл сейчас пройдем по объекту посмотрим что сделано вот на этом объекте работает юра можно что-то пояснит какие-то моменты и потом мы сами попробуем что-нибудь сделать на какой-нибудь кусок металла погнуть зафальцевать чтобы попробовать как он себя ведет потому что по слухам он очень сильно царапучий он очень сильно жесткий ну мы проверим посмотрим как это будет все пойдемте юра привет ну давай рассказывай как она заходя на этот объект я думал буду работать одной рукой а другой слезы вытирать но не тут то было вполне тебе очень неплохо что нравится четкие линии даже как сказать вот ураловский металл будем говорить так он за счет вязкости он такой славы плавненькие такие повороты этот колется прям четкие четкие линии и после рамки загибается как бы ровно-ровно вот на пороле такого не бывает ну как бы тоже были переживания по поводу мысиков как это будет выглядеть ну все удается ничего такого до металл как бы подвержен таким царапкам вот бывает но это все дело техники буквально на пороле бывает да и на пороле бывает раз два три-четыре отработал и все все получается все хорошо мне нравится но вот говорят что не полдит солнце руку рука еле терпит но этих самых нету вот как мы видим все стоит четко да я заметил это что заметил что ну и делали же мы другие обед тоже фасада все-таки на пороле есть если когда допустим ну вот прижимать какая-то вот маленький пузырь скажем тогда но не критично его не видно но он он есть ну и вот здесь она лежит прямо прям плотно нажимаешь она нет вообще никакого пузырения за счет того что скорее всего жесткая правильно насколько жесткая темп урал намного так в процентном соотношении процентов на 50 женщин но все становится все получается очень неплохо получается структура структура краски такая вот как вот типа металлика очень-очень неплохо она еще с блеском таки надо вот крапинку не то чтобы как бы она скрывает все недочеты но с другой стороны и она как бы мне кажется пыль видно не будет сильно на ней особенно на фасадах это актуально там на крыше там пыль да и пыль дождь прошел ушло а здесь нет ну давай расскажи как то здесь сравнял все в решетку что сказать все как обычно пришли прикрутили заново шурупы и все построгали рубанком полностью и фасад на на пиво сколько наработали по всему периметру окно покупайте хорошую доску на обрешетку сделайте сразу все подготовительные работы должны быть сделать идеально чтобы получилось кровли идеально потому что потом придут такие как юра и за деньги вам будут это все рубанком проходить и дешевле будет сразу купить хорошую доску что потом ну не платить кровища говоря вот сама идея данного дома здесь не будет как таковой отмостки отмостка будет в виде террасной доски в периметр всего дома ну как бы сама идея будет получаться вот так должно выглядеть в дальнейшем это будет террасная доска то есть все окна стоят вровень так же как и фасады стоят вровень все идеально четко все красиво идея архитектора воплотилась так как нам будем говорить все получается углы углы тоже важно вы все все даже вот такой сложный элемент вот это сложный элемент для кровельщика получается получается и не надо говорить что металл к этому не подходит все получается главное подход согласен главное подход все хорошо все здорово все выравнивается не смотрится он прям бомбически вообще живьем просто класс мне нравится здесь уже готов фасад это в тенечке вид в тенечке вам немножко иначе да вот такой вот какой он тоже прикольный в тенечке ровный да вот ровно ром даже от рамки когда погибаешь бывает вот это вот палец немножко влево вправо как бы на пора ли за счет того что он мягкий а этот за счет того что он жуткий чмок его и он как вот настоять так и вот все четкие линии но я думаю сложные какие-то моменты на кровли с этим там будет сложно работать но мы посмотрим вот как раз покажу что мы будем делать дальше с вами подожди вот сделали такие элементы и мы здесь попозже с пройдем и попробуем здесь сделать радиус и мысик с этого металла посмотрим как вам не самому интересно как он себя ведет вот такой момент вот мы видим на рапинку это при монтаже но есть такой момент когда металл сгибаешь сто процентов на станке задавливаешь краска не лопается и не облазит обратите внимание вот сюда да 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 то же самое здесь но царапка есть но это технический момент и это бывает это везде это всегда это не котяк это все закрашивается и все правильно закрашивается да то есть тут такой момент вот такой технический узел у нас получился как бы я решил водосточную трубу спрятать в карман вот здесь из одного листа же сделал таки из одного листа захват сюда думал в данном случае вот пойдет вот такая фалда ничего подобного все стало идеально не то чтобы не видно а просто настало идеально согласен сверху будет фриз он как бы верху тут перекроет но это еще не готово это будет в дальнейшем когда мы работу и выполним уже наверно будет такой полный обзор я так подозреваю но я после отпуска приеду как раз уже будет все готово и можно будет снять но пожалуйста делайте подготовку сразу с нормальной доски потому что есть русская пословица с фигни фигня и получается чтобы не было больно даже вот мы смотрим доски все повело прибиты гвоздями это все надо заново отрывать все они разной толщины вот он вот он видите как доска высыхает и лодочка и лодочка не металл не поставить ничего все это мы подрывали все это мы прикручивали надо подходить к любому это же тоже будет все сниматься но это уже доска как бы здесь планкен будет это плотники свою работу мы уже делали здесь у нас получается если с той стороны вас подвесной желоб ну и да здесь будет внутренний здесь будет внутренний встроенный к нему мы еще не приступали как мне надо делать фасады я думаю будет интересно какой там каркас какой там каркас ну как можно чуть-чуть показать как это встроенный желоб вот такой конечно видно уклон будет идет в эту сторону и идет в ту сторону от середины вот каркас видно не видно вот его монтировать таким образом на каждом объекте каркас внутреннего желоба вам всегда разный ну да и да конечно конечно нигде одинаковых не но знаешь мы к в карелию приехали там сделали каркас вот так вот доску дергаешь она вся такая была здесь нормальный жесткий ну то есть все пока так в процессе работы сейчас туда-сюда недельки две и все будет готово для проектировщиков фанеру поставили как усилители очень неплохо внутри там уже болтами все прокрутили а здесь вот так вот очень крепкая конструкция пальцепрокатник это швед или кто это поляк вы как его там как у меня остановка сбывается какой синий то как его на маленьком освоим быть бирт бирт это тоже горды зачем работаешь покажем тапка 38 до подачи да да 320 длина бирты и покажем мы его по моему брали ну лет 8 надо точно наверно вот трубы это арима и до квадратный желоб и отвозили на покраску красили вот как то так ну что ребят а мы пойдем сейчас с вами пробовать пальцевать радиус с прижением с мысиком с карнизом посмотрим как он себя ведет ну и потом я скажу свои какие-то мысли по поводу этого своим ощущениям как-то так у юра говорит все хорошо поддается металл но на 5 процентов жучий а посмотрим итак друзья ну что сделали такой импровизированный скажем так узел ну это может быть труба или какой-то выступ на кровле да вот на канале у нас есть обход трубы с колледжа вот там тоже самое практически тот же самый узел по входу это ковшовый конверт вот она посмотрите вот и примыкающая деталь вот и сейчас мы постараемся это все зафальцевать не самому интересно как она себя ведет как его сказал что сложнее примерно на 50 процентов вот по его ощущениям сейчас я ну как бы по своим ощущениям вам скажу как это насколько и посмотрим насколько он царапается насколько он сложнее гнется чем урал да вот начнем разрисовку в эту увидите скорее всего в ускоренном режиме а может и нет так 35 миллиметров 35 миллиметров так это у нас получается вертикальный пальцы от горизонт и сейчас она здесь сделать радиус он положим суда 60 миллиметров сюда 60 миллиметров и нарисуем радиус вот так и это вырежем все режется на ощущение чуть-чуть может сложнее ну чем пора я сравниваю с уралом чем какими-то вам больше всего опыта это с пора вам по ощущениям не настолько сложнее резать чем урал почти даже незаметно так есть его можно зафиксировать зафиксировали так берем другой элемент отрисовываем и на примерно 9 миллиметров прибавляем инструмент не мой ножницы не моей всего юра взял что-то не радиус не подкусывают самое главное на этом пальце чтобы не было заусенцев все нормально так тут мы делаем сопряжение мысик шаблона у меня нет значит будем делать на глаз полтора сантиметра отступаем вот так вот сколько у нас здесь капельник 25 есть можно завернуть по ощущениям гнется чуть-чуть конечно тяжелее чем урал но это понятно что он столистый и будет гнется тяжелее вот ставим этот элемент на место и тоже притянем его зафиксируем есть маленькие гибари какие-то вот такие обточенные ладно так начально формируем также мысик суши и а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Пока все идет нормально... Пока не чувствуется, что... На мыске, во всяком случае... Что здесь этот, как его... Он жестче... Но с инструментом... Сгибарями... Работать надо аккуратнее... Потому что я здесь чуть зацепил... Уже поцарапал... Не могу судить... Это из-за того, что... Потому что инструмент немой... Я его не знаю, как он себя ведет... Вот... А может просто... Реально... Слишком сильно царапучий... Пока... Не чувствую... Того, что... Металл жестче... На 50% во всяком случае... Так... Ну и... Начинаем... Немножечко подворачивать... Сдавать гиб... Сдавать... Сдавать гиб... У меня... Сама линия... Я нарисовал... Я ее чуть выдвинул... На 2 миллиметра... И по ней сжигну... Я уже говорил... В предыдущем ролике... По моему... По поводу этого... Что... Плотно... По фальцу... Загибать... Это ошибка... Ошибка в том... Что... Когда... Если вы будете полностью... Его заворачивать... Ну... То есть... Прямо... Заподлицо... С этим металлом... То... Отсюда... Потом... При фальцевании... Удойного фальца... Будет... Поддыматься... С goes... Прямо... Прямо... К användаш... Прямо... В vraiуга... Ценокtopя Прямо... Приятной... pacifierię... Мерюклер... на первом фальце я какой-то жесткости на 50 процентов но не почувствовал не почувствовал и загнулся нормально чуть сильнее постучу и начнем формировать уже второй фальц он и самый важный тоже зададим пытаюсь максимально аккуратно делать а скажу по радиусу что идет до тяжелее чем пурал руку чуть поранил и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребятки. Сейчас мы сделаем выводы. Они у меня же первичные. Уже как бы понятны. Поэтому, сейчас скажем. Значит, по поводу жесткости. Да, жестче, чем Пурал. С-280, который из марки, из марки Пурала, получается, самый жесткий. Но на 50%, не, не на 50%. Я бы был согласен, если был, ну, Тинсмит ПРО. Если сравнивать с Тинсмит ПРО, то, наверное, да. На 50%. А так, если берем с 280 металл, то, ну, процентов на 15, может быть, он жестче. Давайте поближе посмотрим. Ну, и вот, смотрите поближе. Абсолютно нормально завернулось. Вот здесь я с этими гибарями немножко поцарапал, когда заворачивал. Ну, по поводу царапучести, да, соглашусь, что он более сильно царапается. Вот, давайте его открутим. Юр, ну, ты как скажешь? Я? У тебя 50%, да? Да, я до процентов на 50. Да, я до процентов на 50. Что мне нравится? Когда океанкой бьешь, когда океанкой бьешь, краска как бы не плющится. И по металлу не разбегается. То есть, вот двойной зажатый, вот здесь в радиусе и краска осталась живая. Это очень-очень хорошо. Так. Вот, давай нас, оношко, покажу. Может, у стене не видно будет. О! Красота. Можно наблюдать. Все-таки красивый металл, отблескивает. Мне вот сама структура металла, вот эта вот матовость, больше нравится. Ну, вот. Как-то вот так вот. Все? На этом все? Как-то так вот. Можно работать. Можно работать. Тем более, я скажу, что этот металл стоит в два раза дешевле Пурала. А вот. Сейчас Пурал, по-моему, стоит 1600, 1700, может 1800. Ну, конечно, до двух, до двух сто. Вот. А сколько я знаю, в Москве его уже нету, Пурала. Но мы знаем, где есть. Звоните нам, если хотите, по Урала. Вот. И мы подскажем, где можно купить его. Так что так. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok